Трилогия Глуховского Метро 2033-2034-2035 В связи с выходом новой книги, объединяющей все три части постапокалиптического романа, мы решили выпустить свой обзор на это чудо. Чудом эта трилогия была названа потому, что автор ее был достаточно молод на момент выхода первой книги. Но, несмотря на это, то ли потому что полировалась она довольно долго, либо по другим причинам, книга стала настоящим шедевром фантастики, который объединил в себе интереснейшую приключенческую часть и серьезную философию касательно человеческой природы и его место в этом мире. Первая книга возымяла огромную популярность, но на момент выхода продолжения хайп угас, оставив, как мне кажется, недооцененным последующие издания. Если первая книга представляла из себя комбинацию приключений и размышлений главного героя о сути бытия во время путешествия, были даже моменты жуткие, то вторая больше уходит в философию жизни в целом, а третья клонится в сторону человеческой души. Ни единого монстра мы не встречаем в последней части, за исключением человека. Кстати, как по мне, очень точно приведена параллель к политике времен написания книги. Но вернемся к трилогии, а именно к сюжету. Постараемся без спойлеров. Первые несколько глав происходят знакомства читателей со вселенной. Знакомство с главным героем Артемом начинается с его дежурством на посту в туннеле. Пост являл собой защиту станции от создания мрака и людей. Но так как станция Артема находилась на краю метрополитена, то чаще ее местные жители имели дело именно с первым. Мутантами. В ламповой беседе у костра Артем дежурил не один, а в компании нескольких человек. Мы постепенно знакомимся со вселенной книги, а позже с угрозой наведшей на его родной станции. События разворачиваются так, что Артем вынужден пройти через все метро, чтобы иметь возможность спасти свой дом, да и все человечество в целом. Книга любит демонстрировать неожиданные повороты сюжета, чем я остался доволен. Несмотря на то, что ее интересно читать, трилогия не является просто аттракционом, а несет в себе глубокий смысл, который находится в новых деталях по мере перечитывания. Стоит отметить, что с играми у этих книг мало что общего и не следует судить одно по-другому. Игры мне показались хорошими, но в десяток раз хуже романа. Раз на то пошло. Все же советую сначала прочитать, а потом браться за игры, чтобы избежать нежелательных спойлеров. Я видел обзор, где автор его намекал на то, что творение Глуховского явно для младшей аудитории. Ведь у него явно выраженный характер компьютерных игр. Это меня здорово задело. А горе-критик надолго лишился моего расположения. Как по мне, он книг даже не открывал. Ведь прозвучало, что они были написаны по игре. Стоит ли говорить, какая это чушь? И почему такие люди вообще собирают аудиторию? Что действительно может подойти под описание, как эта серия книг Сталкера. Хотя игра была выпущена уже после книги. Еще одна явная ошибка не до экспертов. Сравнивать эти две вселенные. Нет. Нет. Бейте в пах таким людям. Сталкер. Просто аттракцион. И глубинные смыслы. Там детские. По сравнению с творением Глуховского. Кстати говоря, не могу обойти стороной проект Глуховского. Вселенная Метро 2033. Где начинающие писатели выпускают свои книги в рамках его вселенной. Когда я был под глубоким впечатлением трилогии Глуховского, я имел дело с этими книгами. И, авторитетно заявляю, некоторые из них способны побороться даже с оригиналом. Подведем итог. Перед вами замечательная фантастика с элементами мистики. Грамотно написанная, с чудесным приключенческим и философским составляющим. Я очень вам завидую, если вы только собираетесь прочитать ее впервые. Субтитры создавал DimaTorzok